Итак, доброго времени суток всем тем, кто следит за каналом Фанимашу Скулл. Продолжаем публикации на тему выращивания грибов. Эти публикации касаются более любительских способов выращивания грибов. Они дают советы для начинающих грибоводов. Мы стараемся их нацелить на правильные отношения к этому явлению, на правильные мероприятия на этом поприще. И, скажем так, размер этой публикации не может высветить все полностью вопросы, которые могут появиться у начинающего грибовода. Поэтому мы взяли за шаблон такую публикацию одного производителя. Я бы не совсем сказал, что это сырье для выращивания грибов. Я бы сказал производителю, который, честно говоря, трудно его охарактеризовать, чем он занимается. Потому что он продает какие-то пакеты, на которых зазначено, что это какой-то мицелий. На самом деле этого нет. И к этому он прилагает набор бесполезных советов, из которых мы в телеграфном режиме читаем вот эти бесполезные советы и пробуем их анализировать. Об этих бесполезных советах заложен колоссальный объем глупости, которые можно вложить вообще в эту деятельность. И поэтому они требуют комментариев. И, значит, осталось только сказать. Поехали! Включаем наше пионило. Вот. И подходим к очень интересному моменту, который называется выращивание грибов на субстрате. И тут будем выращивать вешенку и панус. Я опять же таки скажу, я не знаю, что такое панус. И, в принципе, меня он ассоциативно, он что-то с каким-то словом таким вот созвучен, анатомическим. Поэтому я не буду углублять, что это такое, но вот относительно чего-чего. А вот вешенки, здесь можно что-то объяснять. Почему в интернете так мало достоверной, полезной информации? Потому что информация достоверная и полезная является коммерческой. Каждый производитель очень долгое время ищет свои способы, свои технические средства для выращивания этих грибов. И, найдя вот эти способы, он с превеликим удовольствием готов делиться со всеми желающими этими способами. Но только за определенные, какие-то правильные, какие-то финансовые, оправданные движения со стороны интересующих за потраченное время. Потому что исследование и поиск технических способов в каждом отдельном предприятии довольно-таки сложные. Потому что нет определенных шаблонов, нет определенных способов. И производство само промышленное очень и очень дорогостоящее. И в каждом определенном способе или методике, или производстве ищет и находится способ какой-то разумной альтернативы. Между дорогими техническими устройствами и какими-то упрощенными способами. И где-то на грани этого всего появляется истина, когда есть возможность выращивать грибы и получать довольно-таки неплохие урожаи. И так, лично мне для того, чтобы достоверно изложить методику производства или начало производства вешенки в более-менее промышленных объемах, для этого мне необходимо где-то 4,5 часа. Для того, чтобы полностью изложить свою мысль. Ну, ввиду занятости и множества причин, делать мы это сегодня не будем. Мы целью вот этой публикации будет рассмотрение вот тех бесполезных советов, а их здесь будет множество. И мы над каждым вот этим бесполезным советом попробуем его проанализировать. И для вас будет очень много полезной информации. И многие моменты, которые вы могли бы сделать неправильно, мы постараемся сделать так, чтобы вы их избежали. Итак, в качестве субстрата для выращивания вешенки используется солома, желательно пшеничная или ржаная, или лузга подсолнечник. Сразу снимаем ту ремарку. Множество людей спрашивают, а можно ли в субстрат добавлять опилки. Сразу отвечаем для этих людей. Отвечаем для этих людей, что закон издать или запретить вам это делать я не могу. Можете. Вы можете добавлять. Вы можете добавлять туда все, что угодно. Даже битое стекло. Но вот, насколько это полезно будет для самой вешенки, это уже вопрос совсем другого плана. Итак, есть какой-то опыт получения грибов с применением опилок. Но применение опилок для промышленного производства абсолютно не подходит. По тысячу и одной причине. Самая главная причина, которая ставит точку на этом вопросе, что применение каких-то опилок вносит дополнительные технические сложности в приготовлении субстрата. Другими словами, обрабатывать опилки нужно совсем под другим способом, так как обрабатывается, например, сама солома. Опилки нужно предварительно, перед применением, во-первых, промыть, попробовать как-то. Это вещество, которое не так просто промывается. Оно будет забивать любые сетки и все остальное. Во-вторых, предварительно на 24 часа эти опилки должны быть замочены в типятке. После этого они должны быть отфильтрованы. После этого они должны равномерно добавить соломенный субстрат. После этого он должен дальше проходить его обработка или пастеризация. Добавление опилок при пастеризации очень уплотняет сам субстрат. И это невозможно технически, просто, никак. Или при гидротермии, или проваривании и пропаривании. Это в дальнейшем приводит к следующим последствиям, когда после гидротермии наступит такой момент, когда воду отделить от этого субстрата будет тоже очень сложно. В общем, добавление этих опилок, это для того, кто хочет сделать блок весом 4 килограмма, и он может играться с этим сколько угодно времени и как угодно. Но для промышленного производства опилки не подходят. И на этом точка. Солома и лузга должны быть хорошего качества. Ну, естественно, включим где-то, солома и лузга должны быть хорошего качества, хорошего, да. Ну, естественно, фраза очень, очень такая, по содержанию очень важная. То есть, во всем остальном можно использовать что-то не хорошего качества, но тут тот момент, когда нужно хорошего качества. Кто бы спорил. Так, перед обработкой солому нужно измельчить до 3-5 сантиметров. Это правда. Применение проб, то есть, были использованы множество способов, то есть, применение соломы без измельчения. Ее даже пробовали заваривать в тюках, связанных, перевязанных вот этими связками, и потом просто связки удалялись, вода там вытекает, и вот эта солома нерезанная упаковывается в полиэтиленовые мешки. Но при таком способе образуется множество воздушных пространств в этом субстратном блоке, и в этих каналах очень часто есть избыток кислорода, в котором заселяется плесень, а в основном это есть триходерма. И такие блоки, и такой способ промышленно не оправдан. То есть, обязательно солома нужно измельчить до 3-5 сантиметров. В емкость большого объема утрамбовывают плотно субстрат. Это верно. Чтобы плотнее его уплотнить, этот субстрат, его нужно предварительно увлажнить. Это делается из шланга проточной водой. И еще можно добавить, что желательно, если есть сток в этой емкости, то этот субстрат, когда делается его уплотнение, сток должен быть открытым, чтобы естественным способом промыть эту солому или промыть эту лузгу, и удалить из нее просто механически те образования спор, которые попали на нее просто в природе. Заливает водой и подогревает до температуры 60-70 градусов и выдерживает 3-4 часа. Вот, пианина залаяла, водой заливает и подогревает до температуры 65-70 градусов. Ну, это градусникам нужно померить, какая там будет температура, это во-первых. Во-вторых, это недостаточная температура для того, чтобы обработать солому гидротермией. И недостаточная экспозиция, то есть 3-4 часа при 60 градусах, это ничего. Это не смоет ни... ну, будем говорить о соломенном субстрате. Это не смоет ни восковой налет на самой соломе, ни убьет множество других спор, которые находятся в этом субстрате. И приготовленные по такому способу в дальнейшем блоки, скорее всего, они зарастут всем чем угодно, но не той вешенкой, которую вы бы хотели вырасти. Затем воду сливают и дают стечь излишней воде. Определить влажность субстрата возможно следующим образом. Сжимая в руке между пальцами, должны проступить капельки воды, что соответствует оптимальной влажности субстрата 70%. Вот, здесь уже лаяли и там ржали кони. Это полный бред. Сжимая в руке, между пальцами не должны проступать никакие капельки воды. Влажность субстрата, она должна быть влажной, но при отжиме из нее не должно ничего выступать. Если из нее выступают капельки воды, это влажность не 70%, это влажность все 100%. И при таком способе она начнет просто в этом блоке гнить. Если она еще достаточно не обработана при температуре 60-70 градусов, она начинает просто гнить. При такой влажности. И опять же таки гриб не сможет, то есть мицелий не сможет произрастать в этом блоке. Субстрат должен остыть до температуры 20-30 градусов. Да, инокуляцию мицелий нужно производить при температуре 20-30 градусов. При том, когда готовится большая емкость, например, это если при усаденном хозяйстве часто используется 250-литровая бочка на 250 литров. Если эту бочку, ну вот опять же таки кто-то задаст вопрос, ну 65-70 градусов это недостаточно, но а как же? Значит есть простая такая формула. Если вы уложили этот субстрат, вот эту бочку, она подогревается до температуры 95 градусов. И от момента ее закипания, почему 95 градусов? Потому что условия подогревания у каждого будут разные. У кого-то на подогревание уйдет полдня, у кого-то уйдет час, у кого-то 30 минут. Это зависит от того, как вы устроили вот это подогревание. И когда температура подошла до 95 градусов, или если у вас нет градусника, а его не так просто вставить в емкость, которая накрыта крышкой, то когда из этой бочки начинает интенсивно идти пар, это означает, что температура достаточная для обработки субстратом. Сразу в этой публикации даю такой совет, чтобы я 10 раз это не повторял по телефону. Я буду отправлять вас на эту публикацию и в двух словах здесь объясняю, как приготовить просто вот этот субстрат. Солома утрамбовывается очень плотно, предварительно увлажненная. Не набивайте ее полностью до самого верха, потому что в процессе подогрева она будет подниматься и вывалиться просто через края вот этой бочки. Во-вторых, сверху должна быть обязательно крышка. В-третьих, крышка должна быть закреплена ни грузом, ни весом. Она проволокой должна быть прикручена к этому верху и довольно-таки плотно, потому что в процессе подогревания в воде этой соломы она начинает подниматься вверх, поднимать крышку и вываливаться на стороны. И первый такой результат будет уже негативным. И в-третьих, наливать воды в бочку нужно не до самого верха, потому что в процессе разогревания происходит расширение этой соломы, расширение закипания вот этой воды, она начнет тоже выливаться через края и гасить постоянно этот огонь. Она будет горячей, исправить это довольно-таки трудно. И если вы не видели этой публикации, у вас уйдет несколько дней на поиск вот этого решения. Но если вы посмотрели на канале Fanny Mashem School простые рекомендации, то это вас предохранит от этих ненужных манипуляций. Значит, солому накладываем не до самого верха, крышку закрепляем, воду не доливаем где-то на одну шестую объема емкости до верха. Или если будет происходить все-таки ее перелив через края, то это будет не так критично. Субстрат должен остыть до температуры так. Насчет остывания. Эта бочка, если мы ее нагреем до 95 градусов и прогрели ее на протяжении 2-х часов, естественно, что под ней этот огонь или там угли еще остались, и она будет еще там какое-то время кипеть и оставаться горячей. В таком состоянии она даже если простоит у вас 5 дней, она все равно будет внутри горячей. Что же делать? Месяц ждать, пока остается солома. Все делается очень просто. Этот субстрат, ну, ясно, руками он будет очень горячий его вынимать. Найти какой-то способ, какие-то вилки, какие-то... Есть садовые такие грабли или что-то. Он выбрасывается на стол. Солома уникальный материал для производства в перегребных блоках. Если вы просто подбросите несколько раз эту солому в воздухе, она остывает до той температуры, которая вам нужна, и можно сразу делать посев. То есть не нужно сдать 3 дня, пока она остынет. Можно, если сегодня ее заваривали, на другой день можно делать посадку. И сразу скажу так, что если вы делаете стандартные блоки, размером весом 10 кг, то из одной бочки в 250 литров у вас получится приблизительно 6 блоков, на которых вы будете высаживать вешалку. Так, остывший и отжатый субстрат перемешивать с мицелием из расчета 10 г мицелия на 20 кг субстрата. 10 г это информация от этого производителя. Производитель производит просто плесень, плесневые грибы в этих пакетах. Искренне жаль тех людей, которые сели вот эти грибы. Они, во-первых, их надежды не оправдались. Во-вторых, множество людей над ними подшучивали. И, в-третьих, жалко, что у них навсегда пропало желание вообще заниматься грибами. Но дело не в том, что у них что-то не получилось. Дело в том, что, в принципе, из такого материала вырастить грибы просто невозможно. Если вы хотите их выращивать, покупайте только живой мицелий. Например, или заказывайте. У нас там на сайте интернет-магазин есть на канале. Есть ссылочка интернет-магазин. Зайдите, закажите вот живой мицелий. Там видео о посадке на дни. Или вот сейчас показываю. Это 4,5-килограммовые блоки, которых хватает на приготовление 10-ти грибных блоков на соломенном субстрате. Вот такой живой мицелий позволяет выращивать грибы довольно-таки достоверно и уверенно. Все остальные способы для выращивания вешанки, ни палочки, ни какие-то другие способы не подходят. Это должен быть живой изерновой мицелий. Поэтому. А, и еще, так слушайте, вот, и, значит, ну, из расчета 10 грамм мицелия, ну, если бы мицелий, это же не мицелий, это плесень в пакете, на 20 килограмм субстрата. 10 грамм на 20 килограмм субстрата. Это что-то неимоверное. 20 килограмм субстрата, это вот такая вот гора. Это... Вот, и добавляют 0,5 килограмма из рискового материала. Мел, известь и алебаста. Опять же таки, здесь нужно полаить, вот, помекать и... Ну, и можно это полное свинство давать такой совет. Объясняю почему. С целью обработки высокой температуры этого субстрата является не только снять восковой налет, скажем, на этой соломе. Другая цель, это обработать и стерилизовать этот субстрат от посторонних плесеней, которые есть природным способом на этой соломе. Значит, мы кипячением обрабатываем и стараемся удалить эти патологические споры, которые нам не нужны. Но, с другой стороны, после всего этого мы добавляем 0,5 килограмма известкового материала, мел, известь и алебаста. Это являются не стерильные материалы, которые получены простым перемалыванием какого-то мела или алебастра, который валяется там на складах просто на улице со всеми спорами. Это теряет вообще какой-то смысл вот эти все движения. Ни в коем случае нельзя добавлять такой грязный материал. Это то, что добавить просто навоз в этот субстрат, который мы варили 3 дня, готовили, перчатки там одевая, да, руки. Производитель в лабораторных условиях, в ламинарных шкафах пересевает, делает чашки. Это все так сложно для того, чтобы кто-то советует добавить мел. И самое главное, ну из этих движений ни у кого же ничего не получится в перспективе. Ну зачем вот этот материал, он же не играет, ну для перспективы никакой полезной информации не несет. Дальше. Помещают полиэтилен в прозрачный мешок, не шире 50 см, встряхивают и плотно завязывают. И опять же таки, ничего подобного. Никакие плотно встряхивают, чтобы с утра плотно прилег к мешку. Ничего из этого не получится. Поэтому я рекомендую, если люди заказывают, хотят делать грибные блоки, я не знаю, как им объяснить, что такое правильная плотность. Если, вот например, я делаю вот грибные блоки у нас на производстве, мы делаем их размера, ширина, значит 40 и длина 100, 40 на 100 сантиметров. При таком размере, если мы сделаем грибной блок, он будет весить приблизительно 11-12 килограмм. Поэтому я рекомендую людям, если вы собираетесь это упаковывать в мусорные пакеты, купленные в маркете, то объяснить, какая плотность должна быть, я вам не могу. Но если вы берете стандартный размер этого мешка, я вам скажу, что если он вас весит после упаковки меньше 11 килограмм, значит вы его недоуплотнили. Если он весит больше 12 килограмм, значит вы его переуплотнили. Сделайте следующий блок, сделайте определенный вес, который должен быть. И сделав уже 2 или 3 следующий, у вас уже получится такой, каким он должен быть. И теперь техническая задача посева мицелия является в следующем. Она выражается одним простым предложением. Максимально равномерно распределить порцию мицелии в объеме субстрат. То есть максимально равномерно в 12 килограммах этой соломы распределить порцию субстрата, которая будет составлять приблизительно 5% от его веса. 5% от веса 12 килограммового блока. Это будет составлять приблизительно 600 грамм. 600 грамм нужно будет взвесить в стерильной емкости, в стерильной тарелке на весах Вот такой вот пакетик Здесь находится 200 грамм королевской вешенки Значит, для посадки на грибной блок вам нужно будет 3 таких упаковки Но королевская вешенка делается для совсем другого способа И в дальнейших публикациях этот способ будет представлен А мицелий для производства вешенки, он идет вот в таких больших пакетах И он отвешивается в стерильной емкости на весах Нужно ли давать мицелия больше или меньше? Будет ли правило работать для субстратных блоков? Маслом кашу не испортишь И нужна ли там определенная экономия? Чем меньше будет мицелия внесена в блок, тем дольше он будет зарастать Чем дольше он будет зарастать, тем больше вероятность поселения в нем патогенных Какой-то флоры, образования триходерми и всего остального Испортим ли мы маслом кашу, если дадим больше? Во-первых, здесь лучше разумная достаточность Ввиду физиологии самого мицелия и его произрастания Это разумная достаточность И во-вторых, если вы будете делать большое количество блоков То это просто перерасход И себестоимость, естественно, таких блоков Она будет возрастать и снижать прибыльность вашего производства Так что такого количества на уровне 5-7% Это вполне достаточно для того, чтобы иметь Достоверно хороший результат Итак, еще такие каверные вопросы Думаю, что в одну публикацию, наверное, уже не укладываемся в этом видео Значит, придется относительно выращивания именно на субстрате Немножко добавить еще одно видео Ну, в конце там увидите кнопочку По ней можно будет продолжить и досмотреть это видео до конца Так Значит, уплотняем действительно, аккуратно распределяем этот Главное, кроме всего, чтобы максимально равномерно Спределить эту дозу мицелия в этом субстрате Следим за тем, чтобы не образовывались под пленкой воздушные карманы В этих карманах велика вероятность образования плесени Поэтому следите, чтобы эти карманы не образовывались А для этого, когда упаковываете, уплотняете субстрат по самих стенках И при этом у вас не будут образовываться вот эти карманы Так, для воздухообмена Делаю по всей площади несколько надрезов размером 3-5 см Относительно надрезов Есть одна очень популярная публикация в интернете Относительно выращивания на блоках И вот часто грибоводы